Привет спортсменам и болельщикам! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой счет был в матче любимой команды, вам сюда. Это программа «Дополнительное время» еженедельной, даже спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт! Внимание! Марк! Чемпионат мира по лыжным гонкам стартует в австрийском Зейфельде 21 февраля. В первый день соревнований будут разыграны награды в спринтерской гонке свободным стилем. В составе сборной России под 40-м квалификационным номером выступит воспитанник Шор Атом Артем Мальцев. Для Артема это будет дебют. Ранее он трижды поднимался на подиумы этапов Кубка мира и дважды завоевывал медали на всероссийских военных играх. 16 и 17 февраля в Липецке состоялся всероссийский турнир по баскетболу. В составе сборной команды Нижегородской области в нем приняли участие и саровские ребята. Андрей Васюнин, Олег Гринин, Александр Кульков и Олег Цибиков представляли наш город в составе команды и стали чемпионами турнира. В первый день соревнований наша команда переиграла мастеров из Калуги, а в финале была сильнее хозяев. Состоялись полуфинальные игры городского турнира по баскетболу. Дюж проиграла Союзу 56-93, Авангард переиграл полет на 8 очков в 78-70 итоговый счет встречи. Итого в финале сойдутся команды Авангард и Союз. В городце прошли открытые соревнования по троеборю и классическому троеборю. Соревнуются спортсмены в трех дисциплинах. Приседание со штанги на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги, которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена. На состязаниях саров представляли спортсмены центра внешкольной работы. В общекомандном зачете ребята заняли третье место. В феврале в нашем городе по традиции проводится спортивный лыжный праздник, посвященный памяти Бориса Глебовича Музрукова. В этом году мемориал отметил свою 40-ую годовщину. Игорь Ворошилов встал на лыжи в далеком 1948 году. Выступал за спортивное общество «Динамо». В 60-х годах прошлого века выполнил норму мастера спорта. Несмотря на почтенный возраст, Игорь Профирич продолжает заниматься любимым спортом и не отказывает себе в удовольствии приехать в Саров. Я приехал сюда не первый раз. 15 лет назад и каждый год мы сюда приезжаем как на великий праздник. С большим удовольствием и в моем уже почетном возрасте все равно я нахожу силы участвовать в этих соревнованиях и делаю это с величайшим удовольствием. Алла Черилова в Саров приехала из Заречного. Она, как и многие другие лыжники, стартующие в этот день, может похвастаться тем, что участвует в забеге не первый год. Для нее это уже 20-й лыжный мемориал в Сарове. Раньше запоминалось как-то более массово такое было, зрелищное. Людей больше приезжало, мне кажется, из-за того, что дистанция проходила вот там. Больше равнины было, но более так она для мемориала способствует. То есть не вот эта профессиональная трасса, можно сказать, для профессионалов, а больше любителей раньше приезжало. 40-й мемориал для всех его участников получился действительно особенным. Множество дистанций для всех уровней подготовки спортсменов, поддержка коллег по работе и горячий сладкий чай на финише. В стартовом коридоре нашлось место и для желающих сдать тестирование ГТО. Очень большое количество в забеге ГТО принимает участие. Почти 450 человек по стартовому протоколу зарегистрировалось. Такого еще не было. Как отметили и организаторы, и сами участники, на мемориал большинство пришло не за медалями и наградами. Для многих это в первую очередь праздник спорта, здоровья и единения. 16 февраля хоккейный клуб «Саров Инвест» провел последний тур чемпионата Нижегородской области в высшей лиге. Саровская любительская команда приняла в Ледовом дворце «Спартак» из Городца. И вот как это было. Саровские спортсмены распечатали ворота соперников уже на первых минутах игры. Но буквально через несколько секунд городецкий «Спартак» отправил наши ворота ответную шайбу, а после и еще две. Второй период ушел у «Саровской команды» на то, чтобы прийти к равновесию. Три шайбы в воротах противника и одна в наших. На перерыв спортсмены ушли с равным счетом 4-4. В третьем периоде хоккейный клуб «Спартак» завладел шайбой и отправил наши ворота очередной гол. Но саровчанам вновь удалось сравнять счет. Исход матча решился за две минуты до финального свистка. Шайба закатилась в наши ворота. 5-6 победа в копилке хоккейного клуба «Спартак». В целом результатом, конечно, доволен. Ребята все-таки собрались и сыграли правильно, дотерпели. Потому что мы, в общем-то, играли двумя пятерками. Было нелегко. Но мы выиграли этот матч. Закончился регулярный чемпионат первенства Нижегородской области. По итогам 14-го тура областного первенства хоккейный клуб «Саров Инвест» занял пятую строчку турнирной таблицы. Впереди участников турнира ждет плей-офф. Командам предстоит сыграть серию игр на вылет до двух побед. Дальше мы будем биться в плей-офф. Просто так мы не отдадим ничто. Мы будем биться, конечно, доказывать, что мы «Саров Инвест», что мы в том году заняли первое место. Первую игру в рамках плей-офф хоккейный клуб «Саров Инвест» проведет на выезде. По итогам турнирной таблицы наши спортсмены скрестят клюшки с городецким «Спартаком» 23 февраля. А уже 2 марта состоится ответный матч на своем льду. Если две игры не определят победителя, третья решающая встреча пройдет 3 марта в городце. В одной из прошлых программ я рассказывал об игроке хоккейной команды «Саров» Павле Медведеве. Он удостоился чести попасть в национальную сборную команду по хоккею, которая будет выступать на универсиаде в этом году. Ирина Вашегородсова встретилась со спортсменом и узнала у него все подробности. На коньки Павел Медведев стал в возрасте 4 лет. Уже тогда мальчик начал строить спортивную карьеру в команде «Белых медведей» в Москве. Продолжил хоккейный путь в московском «Динамо». А в 2011 году вышел на более серьезный уровень и стал играть за континентальную и высшую хоккейные лиги. Спортсмен отстаивал честь магнитокорского «Металлурга», хабаровского «Амора», красноярского «Сокола». А сегодня числится в Нижегородском «Торпедо». Так как у меня двухсторонний контракт, если я не прохожу состав «Торпедо», я получаю практику в «Сорое» в этой команде. В этом сезоне получилось так, что весь сезон играл в «Сорое» по определенным обстоятельствам. В принципе, ни о чем не жалею. Очень много играл. Тренерам не доверяли. В этом году Павел получил приглашение принять участие в 29-й Всемирной зимней универсиаде, который пройдет в Красноярске с 1 по 12 марта. Соперниками нашей ледовой дружины станут команды из Словакии, Японии, США, Венгрии и Чехии. Ну, это, конечно, высокий уровень. Это престижный турнир, во-первых. Очень такой, который проводится в этом году в нашей стране. То есть, его будет, я думаю, огромное внимание. Ранее во Всемирной универсиаде принимали участие нападающие хоккейного клуба «Соров» Даниил Ильин и Константин Турукин. И привозили с международных соревнований высокие награды. Павел Медведев также готов приложить максимум усилий, чтобы привести команду к победе. Первую игру наши спортсмены проведут 1 марта в 15.30 против сборной Словакии. На прошедшей неделе еще одним знаковым событием в мире соревнованского спорта стал чемпионат войск национальной гвардии по борьбе дзюдо. Состязание военных посетила Дарья Цапарина. Олимпийская система, семь весовых категорий, несколько комплектов медалей и девять сборных. Военнослужащие Саровской дивизии надели кимоно и вышли на татами, чтобы побороться за звание победителя чемпионата под дзюдо. Дзюдо самое – это гибкий вид спорта. Где-то надо уступить, чтобы выиграть. В армии где-то что-то, ну так же надо, где-то схитрить и в конце концов выиграть. Так же и дзюдо. Разрешены броски со стойки, с колен, удушающие приемы, запрещены захваты ниже пояса. И это только малая часть правил, которые необходимо строго соблюдать участникам соревнований. За их выполнением следят судьи. Для того, чтобы положить соперника на лопатки, у участников есть ровно 4 минуты. У нас не только дзюдо, много видов военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта. И в том числе вот олимпийский вид спорта дзюдо. В целях популяризации спорта, а также успешного выполнения служебно-боевых задач военнослужащими. Потому что в повседневной деятельности необходимо им применять также боевые приемы, приемы борьбы. Военнослужащие войсковой части 3473 города Заречного. Алексей Спирин успешно прошел отборочный этап. А по итогам полуфинальных поединков завоевал себе право выйти в финал. Здесь, конечно, развивает и ум, и силу, координацию, все вот эти акробатические нумера. В общем, хороший спорт. Победители, которые определятся в каждой весовой категории, будут защищать честь Саровской дивизии на следующем этапе соревнований. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей? Первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!